Мы можем начать? Да, Махарадж, мы можем начать. У нас будет один час, как мы решили. У нас в преданной будет один час сегодня на распоряжении, чтобы общаться с Махараджем. Пожалуйста, готовьте Ваши вопросы, можете писать заранее их в чат для удобства и более быстрого перевода. К Махараджу, пожалуйста. Окей. Субтитры создавал DimaTorzok Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shriya Dvaita Gadadha Shrivasadigur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare So we're reading Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 1, Chapter 13, Dhritarashtra quits home, text number 10. Так мы читаем Śrīmad-Bhāgavatam, песня 1, глава 13, Дрitarashtra покидает свой дом, text 10. Are we just going to read the Russian or what? Я Махарадж Рашин. Перевод стихом. О, мой господин, воистину такие преданные, как ты, это олицетворенные святые места. Ты несешь в своем сердце личность Бога, потому превращаешь любое место в место паломничества. Благодаря своим разнообразным энергиям, распространяющимся повсюду, подобно электричеству, распространяющемуся в пространстве, личность Бога вездесуща. Беспримесные преданные Господа, подобные ведури, способны ощутить это присутствие Господа во всем, и оно проявляется в них, как электроэнергия в электрическом плане. Такой чистый преданный, как ведура, ощущает присутствие Господа всегда и во всем. Он видит все в энергии Господа и самого Господа во всем. Святые места во всем мире предназначены для того, чтобы своей атмосферой, заряженной присутствием беспримесно преданных Господа, очистить загрязненное сознание людей. Тот, кто приходит в святое место, должен найти там чистых преданных, получить от них наставление, стараться следовать им своей практической жизни. И тем самым постепенно подготовиться к окончательному освобождению, возвращению в Бог. Посетить места паломничества не значит просто совершить омовение в Ганге или Емуне и зайти в находящийся там храмы. Нужно также найти там представителей ведуры, у которых нет других желаний, кроме одного – служить Личности Бога. Благодаря чистому служению таких преданных, которым нет и следа кармической деятельности, и утопических спекулятивных размышлений, Личность Бога всегда пребывает с ними. Они действительно заняты служением Господу, в частности, посредством слушания и повторения. Чистые преданные слушают авторитетных людей, повторяют их рассказы о величии Господа, поспевают и описывают Его. Махамуни Виасадева слушал Нарадду и затем повторил его слова в своих писаниях. Ашукадева Госвами получил их от своего отца и передал Парикшиту. Так передавался Шимадбхагава. И так чистые преданные Господа своими действиями могут превратить любое место в место паломничества. И только благодаря им святые места заслуживают того, чтобы их называли святыми. Такие чистые преданные способны очистить оскверненную атмосферу любого места, не говоря уже о месте, утратившем святость за сомнительных поступков корыстных людей, пытающихся сделать бизнес, пользуясь репутацией себя. Окей, thank you. Мукам карути вачалам пангам лангай тегирим yat kripa tamahам bandе срегирам динатаринам парамананда испарам сречетанья ish So, this verse is spoken by Maharaj Yudhisthira and he's addressing Vidura. Vidura has come home after traveling in the holy places for many years. Vidura had been driven out from the palace by the evil son of Dhritarashtra, Duryodhana. And Vidura took this as, well, at that time Vidura was able to see how the lord's maya acts both in ways which are beneficial and, well, he saw both yoga maya and maha maya acting. He saw both forms of maya. So, Vidura was once again kidnapped from the palace by the evil son of Dhritarashtra, Duryodhana. And now, after a while, Vidura came back to the palace and he saw two things. How the lord's maya and yoga maya acts as a maha maya and yoga maya. Dear Maharaj, could you please turn a little bit your camera? Yeah, 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 that's perfect. Thank you. Okay, so Vidura, of course, is Yamaraj. Yamaraj was cursed by Manduka Muni to come into the material world. It was, uh, Vidura, uh, Yamaraj rather took this as a blessing to be freed from his task of punishing the sinful people. And it gave him a chance to come into this, uh, take part in the pastimes of where lord Krishna was present, and then to go and visit all the holy places and to associate with the great sages there. And Yamaraj was proud to be a blessing. And Yamaraj was proud to be a blessing. He was given a blessing as a blessing, because it brought him a relief from this obligation, the blessing of this obligation to kill others. Now he himself was able to receive this place, he could receive a blessing of the Holy Spirit, совершая паломничество, и мог принять участие в играх Господа Кришны, который являл Свои игры в это время на Себя. Итак, здесь мы читаем, как Лидура возвращается в дворец, где находился Бритараштра. Битва на Куркшетре уже свершилась, все сыновья Дритараштры уже погибли, и вот он возвращается в дворец. So, Лидура has come home to try to save his brother, because he knows his brother, meaning Дритараштра, has never done anything really pious in his life, and he needs to do something to prepare for his next life. So, he's hoping that he can give some mercy to Дритараштра, and get Dhritarashtra to get out of the house and to fix his mind on some higher destination than just being in the palace and being the king. Итак, Лидура надеялся, так или иначе, дать ему определенную милость, чтобы Дритараштра смог, в конечном счете, уйти из этого дворца и подготовить себя к своему будущему в следующей жизни. So, Maharaj Yudhishthira is very happy to receive Vidura. Vidura has always been kind to them, and he was always concerned for the welfare of the Pandavas. And seeing Vidura come home, back to the palace at Hastinapur, Maharaj Yudhishthira is very happy, and he welcomes him. So, Vidura has come home, and Maharaj Yudhishthira doesn't just see him as his uncle, but he sees him as a saintly person, because Vidura has renounced the family life, and he's come back to the home to give them transcendental knowledge. So, Vidura receives him as a great devotee and as a holy person. Итак, Yudhishthira увидел Vidura, но он увидел в нем не просто своего дядю, то есть родственника, он увидел в нем именно Садху, потому что Vidura уже давно оставил все свои семейные дела и посвятил себя жизни святого человека. Vidura didn't come back to enjoy the palace. He's not thinking, now I live in the palace, and now Duryodhana's dead, and I can be in the palace, I can enjoy the comforts. He only came back for the purpose of helping Dhritarashtra to get liberated from his material condition. Так, Vidura прибыл в этот дворец не для того, чтобы опять насладиться всей этой царской роскошной жизнью. Он прибыл сюда для того, чтобы оказать милость Дритарасhtray, который был привязан ко всему этому. So, Dhritarashtra, rather Vidura, is being appreciated as a holy person and described here in this verse by Maharaj Yudhisthira, that he purifies the holy places. He himself is a holy place. He is a holy place personified because he carries the Lord in his heart. Well, we may argue, well, doesn't everyone carry the Lord in their heart? What is the difference with Vidura? That, you know, why is it he is a holy, why is it we're giving so much attention that the Lord is in his heart? The point is that his heart is pure, whereas other people's hearts are covered. The Lord is in their heart, but he's covered by all their material desires. Vidura is a pure-hearted soul. And he has been to all the holy places, he's been associating with saintly persons, he's heard from Maitreya, he's heard from Udhava. So, he received a lot of mercy. The Prabhupada in the purport gives the example, he said, Vidura is just like electricity manifest in an electric bulb. And so, we could say that there's some electricity in everyone. The Lord is in everyone's heart, but it's very dim. The presence of the Lord in their heart is very dim because he's very covered over. But in Vidura's heart, the Lord is very bright and clear because he's very fixed in attachment to his service to the Lord. He always feels, as Prabhupada Reyes, he always feels the presence of the Lord everywhere. Of course, this is the vision of the Uttama Adhikari, the person on the topmost level of devotional service, that they see the Lord everywhere, in everything. So, then Prabhupada goes on to talk about holy places, and he says, holy places are all over the earth, and the purpose of a holy place is they're meant to purify the consciousness. When we go to a holy place, we can immediately feel the atmosphere, how it's very different from ordinary places in the material world. Of course, the holy places are different because of the presence of so many simply persons living there. And the real purpose of going to a holy place, as Srila Prabhupada describes in the purport, is not simply to take a bath there, or simply to visit the temples, but it's to hear from the saintly persons who are there. Srila Prabhupada also explains that you don't go to a holy place just by purchasing a ticket to go there. We have to purify our consciousness to actually see, and to enter into the holy place. We have to purify our consciousness to actually see, and to enter into the holy place. We want to visit the holy places, we have to have the right attitude, the right mood. We have to be qualified to enter into the holy places. So Vidura's only desire is to serve the Supreme Lord. So wherever he goes, he takes that mood of giving service to the Supreme Lord. As Srila Prabhupada describes, as Lord Krishna himself describes in the Bhagavad Gita, he describes Mahatmanas, Mahatmanas, Mahatmanastu Mampartha Daivim Prakriti Mashrita, Bhajanti Ananya Manasok Yadva Bhuttadim Havya Yam. The great souls are under the protection of my divine energy, and they are fully engaged in the devotional service, and they know me as the Supreme Lord. And then Krishna goes on to say, Asrini Krishna says, At the moment of the divine powers that Chakrita Ramadi, Asrini Krishna says, always chanting my glories, endeavoring with great determination, И Кришна говорит, что эти возвышенные души, всегда беседуя обо мне, преисполненные решимости, всегда отдают себя мне в преданности. Чистые и преданные Господа всегда заняты процессом слушания и воспевания. Видура был слышен от Майтрия и Удава, и он был путешествием много лет, он был путешествием в многих местах, поэтому он получил возможность посетить так много священных мест и услышать о разных прошлых временах, которые происходили там. Видура, в течение длительного времени я находился в паломничестве, посещая различные места, слушая деяния Господа, в этих местах, получив общение с Майтрией и Удавой. И, similarly, Шрила Вьясадеева, он слышал от Нарадамуни, и затем он учитывал его сын, Сукхадева Госвами, и Сукхадева Госвами учитывал Махараж Парикшит, и это было то, что говорили о Шримах Бхагаватах. Проклада пишет в комментариях, что Вьясадеева в свое время услышал это знание о Нарадамуни, передал своему сыну Шукхадевы Госвами, вот тот передал Парикшиту, таким образом весь Шримах Бхагаватах передавался. Итак, чистые преданные своим присутствием и своими действиями делают или превращают какое-то место в святое место. Куда бы он ни отправился, он освещает это место своими действиями. Так мы видим, что Шрила Прабхупада отправился в западный мир, и когда он посетил со своими учениками, он говорил, что в действительности я не нахожусь сейчас здесь с вами в Нью-Йорке, и я по-прежнему нахожусь во вреднавании. Так где бы ни оказался чисто вредный, он всегда в своем сердце хранит Господа, и поскольку он чист, то он проявляет этого Господа во всей полноте. И мы видим, как такие могущественные, возвышенные и преданные могут превращать совершенно обычные места в святые места в Своем Иисусе. Так следует понимать один важный принцип, что какое-то святое место, остается святым до тех пор, пока мы совершаем святые и праведные поступки в этом месте. Продолжение следует... The devotees of the Lord, they like to go and visit holy places. We read, for example, about Mother Ganga coming down to the earth planet, that she was reluctant to come down to the earth, because she knew that her water is very holy, and she thought, if I come down to the earth planet, so many sinful people will bathe in my water, and I will take all their sinful reactions. Так, преданные стремятся в святые места. Когда-то, Ганга, перед тем, как они затеяли эту землю, она сомневалась, не хотела этого делать, рассуждая так, что в моих водах будут тамываться разные нечистые люди, грешники, которые будут ствернять меня своими грехами. However, Maharaj Bagheerat, who had been performing austerities and been attempting to bring Mother Ganga down from the heavenly planets, he told her, he said, yes, but if you come down, all the saintly people will also come and bathe in your water, and just by their bathing in your water, they will nullify all the sinful reactions which the sinful people put. Однако, на эти сомнения матери Ганги, Махараджа Баги Радха, который совершал инскезы и который должен был поспособствовать нисхождению Ганги, мне рассказал ей, что знаешь, в твоих водах также будут тамываться чистые святые личности, и это нейтрализует все эти греховные реакции, которые ты себя возьмешь. So we understand how powerful the presence of the pure devotees are, that they can bathe in the water of the Ganges, they will nullify all the sins which are left by all the sinful people. The pure devotees are always well-wishers of the conditioned souls. There's a nice example in Lord Chaitanya's pastimes. There was one devotee named Vasudevdata, and he told Lord Chaitanya, he asked Lord Chaitanya, he said, let me take the sins of all the people here, and I will stay here and suffer for them, and let all these sinful people go back to God. So when Lord Chaitanya heard this, he was so happy. He told Vasudevdata, you've purchased me by your mood of pure devotion, that you've purchased me. And Lord Chaitanya arranged that everyone would be liberated. He said, yes. He said, just like if I have a bag of mustard seeds, one mustard seed is nothing in a bag. I have a bag of mustard seeds. There's so many mustard seeds in a bag. So if one mustard seed is left, it's missing. It's not a big loss. He said it's the desire of the pure devotee. By the pure desire of Vasudevdata, all the people were liberated. And Lord Chaitanya then gave another example. He said, just like a man may have a herd of kamadinu cows, he may have a big herd of kamadinu cows. So if he loses one billy goat, it's not a big loss. A billy goat? A goat, yeah, a goat. A billy goat, a male goat. Billy goat means a male goat. Ah, male goat. Yeah, goat. So this is all based on the desire of the pure devotee. By the desire of the pure devotee, then the whole world can be liberated. And we see the same mood in Prahlad Maharaj. And of course, Lord Chaitanya said, Vasudevdata, that actually you are, you must be Prahlad. You're like an incarnation of Prahlad Maharaj because this is the mood of Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj prays, you know, he says that he's not very anxious for his own liberation because wherever he goes, he can hear and chant the glories of the Lord. But he says, I'm very much concerned for all the conditioned souls who don't know about chanting the glories of the Lord, who are suffering in the material world. I'm very much concerned for them. And Prahlad Maharaj also said that he's not very anxious to just go into seclusion, to go and live in the holy place away from the world, but he's more anxious to go into the towns and the cities where all the conditioned souls are and deliver them. And so we're warned about the tendency of wanting to go off to the holy places and just sit down in the holy places and do meditation or do arvajan and think of Krishna. We're encouraged that this is not really the highest thing, that it's much better to be active in preaching and trying to distribute the glories of the Lord. the devotees who take the trouble to go into all these cities and try to preach and distribute the message of the scriptures. They're like Viduras. They're like the representatives of the holy places. They're like the personification of the holy places because they're carrying the message of the Lord to all these fallen conditioned souls. Итак, преданные, которые путешествуют по всему миру, посещая различные города и места, являются олицетворенными святыми местами потому что они дают Кришну другим обусловленным душам. So, this is the mood of the pure devotees. They don't worry about their own salvation, but they're thinking about how to deliver others. they don't worry. about their own освобождение, but they don't worry about the благополучие of all the rest. of all the rest. So, we want to understand how holy places can often be abused. Some people, they go off to the holy places prematurely and sometimes they will engage and nonsense activities there. coming to a holy place is a great responsibility that we have to behave properly in a manner which is fitting for that place, understanding that this place is actually a place of the pastimes of the Lord. We should never do anything to disrespect the holy place. We understand people living in a holy place dumb vases. We are taught to give them the greatest respect. Of course, you get all kinds of people coming to live in the holy place. Does it mean we have to respect everyone just like a great saintly person? Yes, a question. We have to understand that for some people the holy place is actually covered. They don't actually see the holy place. They're living in some ordinary place in the material world. in any way. We know there's many people living around the holy places. They're not necessarily pious or religious or devotees in any way. So they're not actually living in the holy place. in any place. They're living or not living in any But for the devotees, for those who are devotees, they actually understand the significance of the holy place and they will be very careful how they live there and what they will do there. as we said, the real purpose in coming to the holy place is to inquire from the devotees there, to come and get spiritual knowledge from them. Just like the centers of the ISKCON society all around the world, these are all holy places. So people who can go to visit the centers of ISKCON and other temples and religious places, they're actually meant their places for spiritual education. So we encourage people to go to these temples and to take advantage of the opportunity to get spiritual education, to study scriptures and to inquire about the higher purposes of life. So Krishna consciousness is actually within the heart of every living entity. Just as we said, Krishna is omnipresent. He's there within the heart of everyone and if people will take a little effort to just inquire they can awaken some Krishna consciousness. It takes some piety to enter into the holy place or to enter into a place of like a temple or a church or a mosque. But without being pious we'll never want to go into these places. And the real purpose of entering into these places is to get spiritual education. Spiritual education means to study the scriptures like Sriman Bhagavatam and Bhagavad Gita or it may be the Bible or the Koran or different books like this. People can learn they can be awakened to a higher consciousness of life. Так люди могут знать или пробудить в себе понимание истинной цели жизни. They should understand the difference between animal life and human life. That human life they have a chance to inquire about the purpose of life and to understand religion. They have holy plate, they have temples and so on. Animals they cannot understand these things. So human life has this wonderful И так, для того, чтобы правильным образом, мы должны понимать, как следует отличать святого человека, как его увидеть, это не такая простая задача. Это не связано с материальной визией. Вы не можете просто посмотреть на его экзаменские характеристики и подумать, что он должен быть великим. Это не будет помогать. Мы должны услышать от него, мы должны обращаться от него, и мы должны быть готовы услышать от него. Чтобы знать возвышенного предного, следует слушать его, вопрошать его. И человек должен следовать наставлениям предного. И следуя наставлениям такого возвышенного предного, человек обретет большую поддержку на своем пути обратно к Богу. И так, мы видим, что Господь Чейтанья пришел в этот мир, и Он дал нам инструкции. Он taught нас, где-то, 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 скажи им о Кришне. И Господь Чейтанья давал наставление своим преданным, что куда бы ты ни отправился, и кого бы ты ни увидел, пожалуйста, говори ему о Кришне. И Господь Чейтанья also taught, by his own example, taking part in the Sankirtan, the congregational chanting of the Holy Name. И Господь Чейтанья своим примером показывает суть этого наставления, совершая Харинаму, Санкт-Киртану или совместное наспивание ситов. So, when we go to a holy place, we see a holy place, like, there, often they have constant kirtan. It goes on 24 hours a day. I know, in Mayapur, it's like that, in Vrindavan, it's like that. There are many places like that around the world, where they have holy places. And where in these holy places, these temples or churches or mosques, whatever, there's constant chanting of the holy names of God. So, the spiritual sound vibration is very powerful. It helps us to awaken our original pure consciousness. Sound is the finest element of all the elements. Sound is the finest. And the whole material creation comes about from sound. Creation comes about from subtle to gross. So, sound is the first characteristic. And with sound, there is ether, because the sound is vibrated in the ether. So, we take advantage of the ether to vibrate the holy name by chanting the Hare Krishna mantra. And we also vibrate the message of Bhagavad Gita. Just the other day, we celebrated Gita Jayanti. We chanted the whole Bhagavad Gita. And we also chant, just like just now, we're speaking on Srimad Bhagavatam. So, this is all spiritual sound vibration. So, this is all spiritual sound vibration. And we learn about the place of pilgrimage for the crows. The people who like crows, they also have their places of pilgrimage, where they will go. The cinemas, and the bars, and so many mundane places of sense gratification. Just like crows, you can always find the crows in the garbage, in the dirty places, where the things are... Where the rejected things are. So, people who are like crows, they're fond of all these wasted things. They will read glossy magazines of mundane news, and they will glorify the mundane material world, and their path of sense gratification. But devotees, they're of a different nature. We say birds of a feather flock together. People who like crows, they'll go with the crows. But people who like swans, they'll be with the swans. The swans are in the place where the water is clear, and where the lotus flowers are growing. And so the devotees, they're like the swans. They're... in these beautiful places, the temple, surroundings, usually very nice and clean places. And there's no garbage. And it's very purifying. So these places are the creation of the pure devotees like Vidura. They create these holy places wherever they go. So we'll stop here, ask if there's any questions. We have only 10-15 minutes, as you said, because you have another meeting. Yeah. And we have four questions. Three questions. Okay. Three questions. So we have three minutes per one question. Okay. Okay. Итак, у нас есть буквально 10 или 15 минут. Вот было три или четыре вопроса. Ну вот, пожалуйста, учитывайте это время. Харе Кришна Гуру Махарадж. Имейте, пожалуйста, на смиренные поклоны. Большое спасибо. Кришна Гуру Махарадж. Вы сэсэпп. Майка Мода Синсесу. Вопрос такой. Обычно говорят о том, какое влияние оказывает общение садху на предыдущих. на преданных? Обычно, мы слышим об響е, о которых садху имеет на обычных людей. Обычно, мы слышим об響е садху на больных людей. Обычно, мы слышим об響е садху на других имуентов. которые вообще обычно раздражает общение со святыми людьми которые имеют такой демонический склад Спасибо Это не такая Просто И он просто хочет встретить иноценных людей, которые действительно инквизируются И пытаться дать благословение этих других людей, это очень сложное Я видел Шрилу Прабхаду, я видел людей, которые пришли к нему Прабхаду не хотели уничтожить время с ними Так я хочу сказать, что это довольно непростое дело общаться с демонически настроенными людьми Как мы знаем, Атхяма Атьхикари Это тот, кто стремится дать знания людям невинным И при этом он избегает враждебно настроенных или демонических личностей Так же, как Шрилу Прабхаду, он действовал именно таким образом Так, это мой ответ на этот вопрос Следующий вопрос, пожалуйста Кто в порядке очереди преданной, можете просто начинать говорить о вашем выражении Вопрос в том, что можно ли по внешним каким-то факторам определить, что это святое место? Кришна Махарач, can we define some place as a holy place? Так, главная характеристика святого места Это то, что это место было связано с деяниями Господа Так же, как Шрилу Прабхаду А вот те места, куда он отправился или где он находился Они становились тоже такими святыми местами И так присутствие преданных где-то, в каком-то месте делает это место святым Для того, чтобы это произошло, эти преданные должны быть полностью посвященными или предавшимися душами, посвятившими себя процесс служения Господу Когда вы идете к святому месту, там будет просто привычное служение, там будет говорится о Господе Господа, там будет благословение Господа И так же, как наши искон-центры вокруг мира, там тоже есть святые места В каком-то месте вы будете постоянно слышать рассказы о славе и деяниях Господа Например, наши центры искон, они являются подобными цепельными местами Следующий вопрос, пожалуйста Харе Кришна, Агару Махараджа, мой поклонник, пожалуйста, примите Харе Кришна, Агару Махараджа, в лекции сказали, что честный преданный, он видит Господа везде Но в то же самое время в непреданных Кришна очень мало проявляется А как тогда честный преданный видит Кришну даже в непреданных, если там Кришны почти нет? Харе Кришна, Агараджа, я уже сказал, что в сердце от нон-девоков Lord is almost not manifested, he is dim But devotees of the Th Jungle see the Lord everywhere So how it happens to your devotees see the Lord in the hearts of among devotees where the Lord is always non-manifesting to us? Well, the pure devotees have spiritual vision. They're able to see the Lord everywhere by their spiritual purity. As we know, of course, who is there? The super-soul is there, expanded in everything, in the hearts of every living entity and within the atom, the super-soul is there. But the Lord, personally, like a devotee, like Vidura, the Lord is there, maybe Lord Krishna himself is there in the heart of a devotee like Vidura. So it's different for pure devotees, right? They're completely devoted to the Lord, the particular deity, the form of the Lord which they're worshipping and how they see the Lord, that's who will be there in their heart. Otherwise, the Lord is just simply there in his super-soul form. But with a devotee like Vidura, he's seeing Krishna and he understands Krishna's in the heart. Jesus is very cool. So he will not understand God's love, in your super- 오늘� world. Поклоняясь чистой преданной, то божество, которому он поклоняется, он видит Господа в этой форме, в сердцах других. Так мы знаем, что кто-то может видеть или воспринимать Бога, кто-то в аспекте Параматмы, а кто-то видит Бога как Бхагавану, то есть Личность. Итак, Ведура, он имеет эту спиритальную визу, потому что он — любовь, правильно? Пре-манджана, Прабхупа сказал, только одна квалификация — видеть Бога. Что это? Пре-манджана-чарита-бхабти-вилод-чанин. Когда твои глаза являются визу с любовью, тогда ты действительно можешь видеть Бога. Пре-манджана-чарита-бхабти-вилод-чанин. Его глаза были мощены бальзамом любви. Именно это наделяет такого предного квалификации или способности видеть Господа. Ваше святейшество, скажите, пожалуйста, почему в начале, когда вот только храм открылся, было такое вдохновение, как бы благоговение, святое место, и я чувствовал эту атмосферу, а со временем это куда-то ушло, и это больше как, ну, обыденность какая-то появляется. Почему-то? Махарадж, I have a certain experience. When our temple was just opened, I was feeling very, very bright emotions, spiritual emotions, but in the course of time, during the time, that feeling and emotions decreased. Could you explain why it's happened? Well, sometimes we say a familiarity breeds contempt. Sometimes we take things for granted, and we take it that, you know, yeah, this is our temple. We don't appreciate how fortunate we are to have such a nice place, and to have that opportunity, to have that facility. We take things for granted. Предупреждения. Как говорится в известной поговорке, что влияние ведет к пренебрежению. То есть какие-то вещи со времени мы можем воспринимать как само собой разумеющиеся. Ну, вот есть храм, или что-то еще. Мы привыкаем к этому, но следует понимать, сохранять вот это чувство, значимость, что вот у нас есть это место, есть вот эти возможности. Следует ценить эти вещи у нас. И так мы должны ценить все то, что у нас есть, потому что если мы не будем ценить что-то, то мы это потеряем, и потеряв это, мы действительно будем испытывать борость. Поэтому мы должны направлять наш ум и, прежде всего, оценить то, что у нас есть, поддерживать это понимание того, что это дал нам Господь. И тогда это чувство ценности у нас всегда сохранится. Так мы должны поддерживать себя в этом настроении благодарности, вспоминая о том, как многое нам дала Кришна и как многим моему обязан. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Прабу. Спасибо, dear Махарадж, за вашу лекцию и за вашу ассоциацию. Мы не видели вас в 3-4 месяца. Надеемся, что в будущем мы будем участвовать в 3-4 месяца. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...